То есть у этой войны нет рациональных целей. Эта война не за рациональной цели. То есть эта война не за территорию, эта война не за условия безопасности. Это иррациональная война режима, идеологически мотивированная и связанная с внутриполитической ситуацией, с тем, что режим вошел в стадию, при которой он стабилен только в условиях войны. Вот я сейчас хочу зафиксироваться на этом тезисе. Михаил Борисович, как химик по профессии, наверное, меня поправит, а я как человек, который вообще к химии очень сложно относился, как гуманитарный образ такой. То есть, наверное, вот есть какие-то такие растворы, которые стабильны только при определенных условиях. Понимаете? А при других условиях они распадаются. Вот мы сейчас достигли ситуации, когда политический режим Путина может существовать только при наличии войны. А нет войны, он распадается. То есть вот это дилемма. И она является главным, наверное, фактором этой войны. Соответственно, она не может закончиться. Тут я с Михаилом Борисовичем. Другая мотивация, но она не может закончиться. Потому что, поэтому, с моей точки зрения, в долгосрочной перспективе, я бы сказал так, в долгосрочной перспективе Россия не может быть выигравшей стороной. Это невозможно на теоретическом уровне. То есть это вот в принципе, это невозможно в принципе, как вот невозможно, условно говоря, там, движение Солнца в противоположную сторону. Это не вопрос вероятности или невероятности. Этого не может быть в принципе никогда. Россия не может в долгосрочном плане быть выигравшей стороной. Там есть только два варианта. Либо Россия будет единственной проигравшей стороной, либо вместе с Россией проиграет вся планета, которая не станет. Этот вопрос мы ровно год назад, обсуждая все, ну, такой концент сложился, что он выносится за скобки. Он выносится за скобки. Ответ, в принципе, на этот вопрос дал Черчилль. Он еще, собственно говоря, по-моему, в начале 50-х годов написал, что как только появляется ядерное оружие и появляется ядерный шантаж, ты не можешь ни в одном случае согласиться ни на одну угрозу ядерного шантажа. Потому что как только ты один раз на это согласился и дал слабину, то универсальный способ разрешения всех мировых проблем найден. Появляется человек, который выходит на сцену, закатывает глаза, из-за рта у него идет пена, и у него начинается трясучка. И он имитирует сумасшествие. Это тот единственный способ, при помощи которого тогда будут решаться абсолютно все мировые проблемы. Поскольку мир тоже на теоретическом уровне этого допустить не может, то ядерный шантаж бесполезен. Знаете, сейчас многие говорят о формуле «две корей», «двух корей», то есть нечто похожее. Слушайте, я этих формул слышал много, и, наверное, с точки зрения красивого выступления, оно звучит здорово. Но не надо за красивыми словами прятать реальную ситуацию. Реальная ситуация, она пока простая. Путин озвучил, что он хочет Луганск и Донецк. Луганск и Донецк – это значит все фортификационные сооружения, которые были возведены Украиной за восемь лет. Это надо поверить, что Путин, получив в свои руки вот это вот все, потом не начнет войну заново уже на тех рубежах, которые защитить будет намного тяжелее. Может ли Украина поверить Путину? Ну, я сильно сомневаюсь. Линия разделения. А кто на эту линию разделения встанет? Вот кто на нее встанет? Опять же, любят произносить красивые слова войска ООН. Нет таких войск. Вот их в природе не существует. Существуют войска стран, которые ООН одалживает для выполнения миротворческих операций. Ну, или точнее, страны одалживают ООН для выполнения миротворческих операций. Какие страны могут одолжить войска для того, чтобы встать на явно горячую границу? Германия? США? Африка. Польша? Польша? Африка. К глубокому сожалению, все это означает, что НАТО становится на границу России. Готовы ли к этому НАТО, готов ли к этому Путин? Я убежден, что на сегодняшний день никто к этому не готов. То есть реально поставить войска на линию разделения и никто не готов. Значит, возвращаемся к пункту один. Надо поверить Путину, что вот он, отхватив вот это, завтра не начнет что-то новое. Поверить в это невозможно, в том числе и по внутриполитическим причинам. Как только что мы с Ваним Борисовичем проговорили, существует и с каждым месяцем войны расширяется круг бенефицаров войны в России. Расширяется число так называемых национал-патриотов, людей на сегодняшний день уже с оружием в руках, которые являются опричнены Путина его политической опорой. Их не так много, но для Путина и меньшее количество вооруженных людей огромный, огромный страх. Поэтому он этим людям обязательно будет идти на уступки. А в чем заключаются уступки этим людям? Это продолжение войны. Именно поэтому я в начале этой войны говорил, что Путин ее не может выиграть. Потому что он ее не может остановить, а победить весь континент у него мощи не хватит. И в конечном итоге странам НАТО, Западной Европе, придется воевать по-серьезному. Все равно придется. Чуть раньше, чуть позже, чуть с более сильным противником, чуть с менее сильным. Но им придется воевать. Чем раньше они это поймут, тем на самом деле лучше. Потому что Путин остановиться не может. Для него остановка – это смерть в конечном итоге. Он может приостановиться для того, чтобы переварить захваченные территории, мобилизовать людей, тех нынешних граждан Украины, которые ему достались вместе с захваченными территориями, и которых для него политически намного более просто использовать в качестве живой силы. Это приблизительно от 300 до 500 тысяч мобилизационного потенциала. И это, в общем, на мой взгляд, один из критических вопросов, о которых надо думать, начиная какие-то бы то ни было переговоры о перемирии. Я, еще раз могу сказать, не вижу той формулы перемирия даже, которая бы на сегодняшний день радикально не ухудшала ситуацию Украины. Скажите, пожалуйста, тогда... Виталий Новоскутович Куша я здесь добавлю, потому что мысль уйдет, как раз продолжает то, что Михаил Борисович говорит. Ну, то есть, во-первых, вообще формула мирных переговоров, она, мне кажется, исторически вычеркнута на десятилетия, я не вижу тут для них никакого места, формула перемирия. Но в общей ситуации складывается таким образом, понятно, почему Путин давит на Донбасс с такой силой в лобовую. До того, как Россия перемолит вот эти вот созданные у Украины рубежи обороны, то есть, перемолит либо в лобовой атаке, либо попытавшись окружить основную группировку ВСУ в этом районе с фланговыми ударами, такими стратегическими, откуда-то с юга и с севера. До этого момента у Украины не будет никогда мотивация на то, чтобы договариваться о каком бы то ни было перемирии. То есть, в этом смысле для меня этот год, он во многом решающий, он более сложный, чем-то более важный, чем предыдущий год войны. Это год упёртости, который к концу проявит какую-то базовую тенденцию. Украина пойдёт на приостановку войны, только в одном случае, если угроза, там, условно говоря, захвата Киева ставит неминуемый какой-то. То есть, в других условиях она будет продолжать бороться. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео и спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте поставить лайк и подписаться на Ходорковский лайф. Это важно, это ценно. Помните, мы делаем нашу работу для вас. Можете также отправить ссылку на это видео в социальные сети своим друзьям, знакомым, родственникам или коллегам. Спасибо, что с нами. Субтитры сделал DimaTorzok